Рисование ягод в вазе я, как всегда, начну с рисунка. Здесь важно сделать грамотное симметричное построение посуды, в которой будет лежать клубника. Затем легкими мазками покрываю поверхность ягод разными оттенками красной краски. Светлая сторона теплая, освещенная лампой, и теневая, с добавлением холодных оттенков. Зеленое основание у ягоды смотрится темным и контрастным, но у него также есть цветные оттенки. Прозрачное стекло в вазочке рисуем голубоватыми тонами. На ближнем краю эллипса оставляем контрастный блик, или нарисуем его позже белой гуашью. Блик на ближнем краю вазочки и затемнение под ним, этот контраст поможет придать изображению объем. В акварели важно с самого начала беречь светлые места, стараться не затемнять их. Каждый последующий слой в акварели кладем поверх высыхания предыдущего. Избегайте появления лужиц жидкой краски. Тонкой кисточкой уточним детали и характерные особенности изображения. На следующем этюде попробуем изобразить два контрастных предмета. Грушу и клубнику. Начинаем, как всегда, с наброска к карандашу. Красками начинаем рисовать со светлых мест. Бережно относясь к свету на предмете. Приступая к работе, мы вынуждены обращаться к локальному, натурному цвету. А так как окраска никогда не будет одинаковой в тоне и цвете на различных поверхностях формы, поскольку они неравномерно освещены, следует внимательно проследить за движением света и цвета на переходах от теплых к холодным цветам. То есть необходимо увидеть и передать градацию световых и цветовых отношений, возникших на поверхности формы.